Сегодня в нашем выпуске Астана Орландс продолжает радовать своих преданных болельщиков яркими победами в третьем сезоне Всемирной серии бокса. На этот раз под натиском столичных орланов пали прошлогодние победители WSB итальянские громобои. Предыстория этой встречи уже привлекала к себе повышенным вниманием. Начать хотя бы с того, что сейчас Орланов тренирует бывший наставник итальянцев Сергей Корчинский. Также в стане отечественной команды выступает один из лучших боксеров серии Сергей Деревянченко, который год назад выступал за громобоев. Соперники в межсезонье тоже не теряли времени и пригласили в клуб бывшего Орлана Абдельхофида Биншаблу. Именно он, по словам Булата Манкенова, рассказал бывшим коллегам все секреты подготовки итальянцев. Алжирец этой шутки сразу не понял. Но после того, как его партнер Тони Йока перевел ему на французский, весело заулыбался. Вот этот матч, он действительно имеет свою изюминку в чем, допустим, тот же Станкович два матча подряд проводит с боксерами из Ирландии. Сергей боксировал с Товаресом. В первом сезоне Сергей боксировал за Милана Тандер, Товарес, Париж Юнайтед. Потом Биншбалу, вы все прекрасно знаете, встречается с своим экс-одноклубником. Тони Йока, Михаил Нестор имеют личные встречи на любительском ринге. То есть у нас присутствует интрига. Еще один вопрос, который интересовал всех любителей бокса. Когда же состав Орланов пополнится отечественными мастерами перчатки? Наша национальная сборная готовилась к чемпионату. Не национальная сборная, а вообще казахстанские боксеры готовились все к ноябрьскому чемпионату Казахстана. Он успешно завершился. И сегодня сформирован национальная команда сборная уже на следующий олимпийский цикл. И буквально мы, наверное, после 15-го числа мы сядем обсуждать, так же, как и Клаудия сказал, и тренерами, и с федерацией, каких бы боксеров мы бы хотели иметь в своем стане, и какие боксеры могут без ущерба национальной команды любительской по боксу олимпийской перейти к нам в клуб. И, безусловно, мы тоже заинтересованы, чтобы к нам попали боксеры, казахстанцы без риска, который подходит в наш формат. Состав парноматч по-настоящему представлял большой интерес. Наставники команд не поскупились на нестандартные решения и выставили на бои непримиримых соперников, хорошо знающих друг друга. Вообще весь третий сезон обещает быть очень событийным и зрелищным. Нам приятно уже на протяжении трех сезонов встречаться с казахстанской командой. Тем более, что сейчас там работает Сергей Корчинский. Я повторяюсь, для нас, каждый, и для меня лично, и для команды, каждый матч является принципиальным, и расслабляться мы не имеем права, тем более, что нам противостоит очень сильная команда. Я также рад встрече со своими коллегами. Завтра ринг все покажет, и нас ждет захватывающий матч. В первом бою вечера встретились Багдад Олимбеков и Даниэль Лимоне. Казахстанский боец уже одержал свою первую победу в этом сезоне. Тогда как его соперник, дебютант серии в своем стартовом матче уступил, и в Алматы был настроен только на победу. После первого раунда стало видно, что Олимбеков лучше готов функционально, и действует намного техничнее оппонента. Но итальянец не собирался сдаваться и оказывал хозяину ринга достойное сопротивление. Решением судей победа досталась Орлану, а вместе с ней и первое очко в матче. После боя Олимбеков отметил, что превосходил Лимоне как в скорости, так и в мастерстве. Итальянец, практически не имеющий опыта подобного рода, много терялся по ходу поединка. Второй бой стал, наверное, самым зрелищным в этот вечер. На ринг вышли ирландец Эрик Донован и Бронемир Станкович из Сербии. Донован – член национальной сборной Ирландии, а также четырехкратный чемпион этой страны, впервые вышел на поединок в форме казахстанской команды. Его соперник же в прошлом сезоне одержал три победы в четырех матчах. А также отметился дебютной викторией в этом году. Серб был выше Орлана на 13 сантиметров, чем успешно пользовался. Окучивая Донована мощными ударами, он временами и сам пропускал чувствительные джебы. Дважды Станкович чуть не отправил ирландца в нокдаун, но хозяин ринга устоял и продолжал успешно сопротивляться. Пятый раунд стал настоящей рубкой, где боксеры практически не думали о защите, стараясь нокаутировать соперника. При мощной поддержке трибун Донован все-таки вырвал победу в этом бою, чем вызвал настоящий гнев и возмущение Станковича, который по окончании матча не пожал руку ни сопернику, ни тренером Орланов, ни судьям. Третий бой мог стать решающим для казахстанской команды, так как на ринге появились Сергей Деревянченко и француз Мишель Товарес. Не знающий поражения украинец провел довольно ровный бой, при том, что соперник, зная стиль Сергея, выбрал тактику второго номера и ждал своего шанса на победу. Деревянченко не дал такой возможности Товаресу и принес третье победное очко в копилку Орланов. В прошлом это была моя команда, я боксировал за команду, но это было в прошлом, а сейчас моя команда Астана-Арланд, и я доволен защищать флаг Астана-Арландца. В четвертом поединке встретились Рамжон Ахмедов, Узбекистан, и хорошо известный казахстанским болельщиком Абдельхафид Беншабла. Бой получился довольно интересным и закончился победой Громобоя. Стоит отметить, что Беншабла еще ни разу не проиграл на казахстанской земле. 3-1 перед последним поединком. В заключительном матче сошлись румынский легионер Орланов Михай Нистер и еще один Громобой из Франции Тони Йока. Тяжеловесы уже имели давние счеты. Именно Йока не позволил Нистеру получить путевку на Олимпиаду в Лондон на квалификационном турнире. Румын начал бой резко в силовой манере и поначалу завладел преимуществом. Желание взять реванш заставляло его идти вперед и неустанно атаковать соперника. Но опытный Йока, несмотря на свою молодость, держался в ринге очень уверенно, не позволяя сопернику нанести необходимое для победы количество точных ударов. После финального гонга судьи присудили победу французу. Но она не принесла большой радости его команде, так как по сумме встреч они уступили с общим счетом 3-2. После того, как Орланы не позволили прогреметь итальянскому грому на алматинском ринге, они набрали максимальное количество очков и теперь единолично занимают первую строчку в своей группе. Следующую встречу на домашней арене команда проведет против украинских атаманов в январе предстоящего года. Алматинский Каэрат стал девятикратным обладателем Кубка страны по футзалу. Впервые за последние годы в финале встретились два коллектива из Южной столицы. Вообще же в решающую стадию борьбы за почетный трофей вступили четыре клуба. Каэрат, БТА-футзал, Карагандинский Тулпар и Аят из Рудного. Последний претендент в этом списке имел самые минимальные шансы на победу, так как в полуфинале команда Каната Танакпаева волею жребия получила Алматинский Каэрат. Во втором матче между Банкирами и Тулпаром угадать победителя было намного труднее. Команда из Караганды сейчас имеет серьезные кадровые проблемы, а БТА в этом сезоне претендует на самые высокие места в чемпионате. В первом полуфинале рудненские футболисты так и не смогли навязать борьбу лидеру казахстанского футзала, уступая после первого тайма 5-2. Во второй половине команда Парбозы уверенно довела матч до победы, забив еще три безответных мяча. «Да, игра была тяжелая для нас. Каэрат в представлении не нуждается. Это один из лидеров европейского футзала. Поэтому ребятам было тяжело, но старались как бы не проиграть в единоборцах, но чуть-чуть не получилось». «Мне очень понравился сегодняшний матч. Мы достигли такого результата за счет большого объема проделанной на тренировках работы и смогли сэкономить силы на завтрашнюю игру». Второй полуфинал стал настоящей битвой титанов с огромным количеством борьбы, силовых единоборств и проявлением персонального мастерства игроков. В первой половине только однажды мяч оказался в сетке ворот. В составе банкиров отличился их капитан Каэрат Кульбараков. Вторые 20 минут стали решающими для алматинской команды. Сначала отличился Ирсалиев, но уже через 5 минут Паршин снова сократил разрыв до минимума. Затем снова пришла очередь капитана банкиров. Он дважды поразил ворота соперника, сделав тем самым хит-трик и вывел свой клуб в финал. У Паржи после этого поражения сложил в себя полномочия обладателя Кубка страны. Мы плохо сыграли первый тайм. Даже второй вроде бы и пропускали, но в первом тайме плохо сыграли, 0-1. Самое главное, что мы не владели инициативой, много фалили и забили нам гол в первом тайме, во втором тайме уже было давление с нашей стороны. Удачи не хватило у чужих ворот и пропустили конкур-атаки. На самом деле, да, вот игра, такие игры, они не бывают красивыми. И эта игра не стала исключением. Да, был нерв, был накал, была борьба, была заряженность на победу, но игра сама по себе не такая была красивая, как она на самом деле бывает. А за вот этот антураж огромное спасибо футболистам, обеих команд, за то, что они сотворили это маленькое чудо. Столько борьбы было, столько было моментов, голегу, интересных. Исход матча за третье место был легко прогнозируем. Хотя команды находились не в лучшем эмоциональном состоянии и могли попросту не показать свою игру. Но все-таки Тулпар разобрался с соперником на классе. Молодая команда из Рудного пока объективно не может на равных побороться с многолетним лидером казахстанского футзала. Горняки не стали откладывать победу в долгий ящик и в каждом тайме отправили ворота соперников по три мяча. Аят ответил двумя точными ударами и уступил 6-2. Психологический настрой был не самый лучший. Наверное, и у соперника, и у нас. Надеялись, что будем в финале играть. Проблема была настроить команду. Конечно, вот тут надо вводить игроков, которые мотивированы, кто мало играл или вообще не играл. Поэтому образецы у нас в первом тайме не играли. А во втором так получилось, что вратарь наш получил красную, Жронимов вышел, ну и Алексу дали поиграть в втором тайме. В целом, просто класс оказался выше и сказалось. Я думаю, что не хватило у нас чуть-чуть мастерства, опыта не хватило в таких играх. Потому что есть соперник, не давал сопернику хорошим, обладатель, неоднократный обладатель кубка, суперкубка Казахстана. Один из лидеров чемпионата. Поэтому думаю, что чуть не хватило мастерства и опыта. Так как команда у нас молодая, строится только второй год. Думаю, все у нас впереди, все получится, будем работать. В финале встретились Кайрат и БТА-футзал. По ходу чемпионата банкиры не смогли переиграть оппонентов, хотя и показали достойную игру. В кубковые же встречи темы отличаются, что в них может выстрелить заведомый аутсайдер. Кайрат пропустил первым уже на третьей минуте, но практически сразу отыгрался. А затем в течение пятиминутки еще трижды огорчил голкипера банкиров. На перерыв команды ушли при счете 5-1. Какие ощущения может быть, когда побеждаешь? Самые лучшие? Я очень рад, что сейчас в данный момент у нас в чемпионате прибавляются и усиляются команды. Как пример, БТА-футзал они очень прибавили по сравнению с прошлым годом. В целом довольны, рады. Во втором тайме команда Барбозой забила еще трижды. Асселбек Мухамедьяров провел гол престижа и установил окончательный результат встречи. 8-2 в пользу Кайрата. Я не успел посмотреть мяч за третье место, но финал доставил удовольствие, так как накал был такой хороший. Но все равно видно по сравнению с игроками БТА, Кайрат и классом выше, и они сегодня за счет класса выиграли. В первом тайме, на мой взгляд, ребята перегорели. В принципе, все бы голы мы пропускали в ответ на атаку. Когда мы атаковали, пропускали все голы в ответ на атаку. Где-то перегорели. А во втором тайме настроились, неплохой футбол показывали содержательный. Я думаю, что игра очень интересная для болельщиков получилась. Создавали моменты, но я считаю, что просто чуть мастеровите команда соперника оказалась. И сегодня достойно победу одержала команда Кайрата. В Алматы состоялся Кубок Федерации 2012 года по черлидингу. Главные цели и задачи турнира – это популяризация и развитие этого вида в Казахстане и повышение спортивного мастерства команд участников. Возрастная планка спортсменов начиналась с дошкольного возраста, до 16 лет и старше. Наш черлидинг еще достаточно молодой, недавно развивается. По нашим детям мы можем заметить, конечно, что из года в год, даже не из года в год, а вот с таким интервалом, как в полгода, уже уровень значительно увеличивается, возрастает. Конечно, я сегодня очень довольна выступлением моей команды, моих команд всех, которые выступали. И в общем плане все наши соперники, которые выступали, показали очень достойный, хороший результат. В целом я очень довольна. Чирлидинг – по сути новое для нашего спорта явление, которое, будучи его спутником, превращается в его отдельный вид. Он сочетает в себе элементы шоу и физических упражнений, выстроенных в программу по определенным правилам. В нее обязательно входят элементы акробатики и гимнастики, перестроения с танцевальными движениями, задорные кричалки и пирамиды. Чирлидеры – это прежде всего лидеры, да? И они, лидеры, должны быть во всем, они должны быть примером для всех. И, конечно, я воспитываю так, девчонок настраиваю на победу, девчонок-мальчишек, которые у нас занимаются. Вот, ну, тренировки, еще раз тренировки. Огромное количество юных спортсменов, которые по-взрослому с детскими улыбками старались на глазах у многочисленных зрителей, такое уникальное зрелище дорогого стоит. Родители готовили к выступлениям своих маленьких лидеров прямо на трибунах. Наставники команд до последней минуты не переставали оттачивать элементы программы. Каждое выступление было личной победой, как самого ребенка, так и команды в целом. Все хотели победить. Все, ну, хотели победить, но у некоторых были сомнения, что они не займут первое место. Да, мы боялись победить. Мы не говорили заранее, потому что, чтобы не получилось потом так, но мы настраивались на то, что победим. Надеялись, верили. В нескольких номинациях великолепно выступили лидеры казахстанского чарлидинга команда «Кардинал». Подопечные этой школы уже не первый год показывают хорошие результаты на различных соревнованиях и выступают на самых разных спортивных мероприятиях. Сюрпризом Кубка стало выступление команды, которую представляли мамы участников. Десять представительниц прекрасного пола, которых можно было принять за профессиональных спортсменок, уверенно вышли на помост и показали всем присутствующим, что казахстанские мамы – самые лучшие. Получив огромную порцию зрительских восторгов и аплодисментов, команда быстро удалилась на трибуны и в борьбу вступили самые маленькие участники. Но секрет успеха неординарной команды нам раскрыть все-таки удалось.